Министерство здравоохранения ДНР информирует, согласно исследованиям, проведенным 9 июля, было выявлено 17 случаев заболевания COVID-19. Шесть из них обнаружили у людей, прибывших 7 июля из Украины и проходивших обсервацию в 20 и 21 клинических больницах Донецка. Заболевшие переведены в специализированные учреждения здравоохранения. В остальных случаях коронавирусная инфекция обнаружена у лиц контактных с заражёнными ранее, среди них 4 медицинских работника и 1 ребёнок. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай. Скончался мужчина в возрасте 46 лет. Всего по состоянию на 10 часов утра 10 июля на территории ДНР насчитывается 1336 подтверждённых случаев инфекции COVID-19. На лечении 656 пациентов выписан 601 человек, летальных случаев 79. Чтобы с приходом холодов харцезяне в своих квартирах чувствовали себя комфортно и не засыпали службу единого заказчика жалобами на протекающие крыши или на проблемы с инженерными коммуникациями, многоэтажки харцезка начинают готовить к очередному осенне-зимнему периоду ещё весной. Но основные работы проводятся, конечно, в летние месяцы, когда погода благоприятствует подобным занятиям. Всё по известной пословице, согласно которой готовить сани следует летом, а телегу – зимой. В качестве саней у службы единого заказчика выступают многоквартирные дома. Их на балансе предприятия – 364. Паспорта готовности на сегодняшний день выданы уже 152 домам. Это 42% жилого фонда. Ждут своей очереди на сдачу ещё 130 многоэтажек, где сегодня ведутся кровельные, сантехнические, а также малярные работы. Например, фасаду дома по Октябрьской 41 сегодня пытаются вернуть былой яркий цвет. Поштукатурили фасад. Сейчас занимаются покраской с вышки. Вышка наёмная, у нас своей вышки нет, поэтому не всегда получается планомерно вести работы. Но стараемся. Кроме фасада 41-го дома, занимаемся ремонтом цоколей, отмосток. Две бригады ещё работают отдельно. В планах на текущий год обновить внешний вид и двух соседних домов по Октябрьской 43 и Шевченко 14. Для этих целей предприятие уже закупило 140 килограммов специальной фасадной краски. Согласно графику, выполняются в Харциске кровельные работы. На сегодняшний день отремонтировано около 7 тысяч квадратных метров мягкой и всего 200 квадратов шиферной кровли. Как раз на шиферной крыше сейчас и делается основной упор. Порядка 200 квадратов выполнено. Десятая часть выполнена. Объём выполнения очень большой. Опять-таки, привязаны мы к вышке, работы привязаны. И так как в основном берём у Горсвета вышку, у них свои работы у нас свои. Не всегда они нам дают вышку. Продолжают в СЭС заниматься и благоустройством детских игровых зон. На площадке, где резвится ребятня, заводится новый песок, ремонтируются качели-карусели. Украину поразил новый катаклизм. На этот раз пожары в Луганской области. Всё началось 6 июля с возгорания сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе. Огонь распространился на территорию двух лесничеств и перекинулся на населённые пункты. Стихией полностью уничтожены 23 жилых дома, ещё 36 повреждены. Пострадали и дачные кооперативы. Площадь пожара достигла 5000 гектаров. Для тушения огня привлекли авиацию. Сейчас уже открытого горения в лесу нет. Но древесина кое-где ещё тлеет. И спасатели поливают её водой. В результате разгула огненной стихии погибло 5 человек. Десятки людей находятся в больницах. По данным наутро, пятницы 10 июля в Украине зарегистрировано 52 043 случая заражения COVID-19. Уже третий день регистрируется более 800 новых случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Прирост заражённых за вчерашний день составил 819 человек. Украинцы, которые в этом году штурмуют вузы, рискуют вместо студенческих билетов получить военные. Несмотря на то, что вступительная кампания в самом разгаре, абитуриентам массово приходят повестки из военкоматов. Дело в том, что из-за карантина в 2020 году сдвинулись сроки как вступительной, так и призывной кампании. Причём последняя заканчивается аж в конце июля, тогда как вузы начинают рассматривать документы и проводить зачисления абитуриентов только в августе. Плюс появилась лазейка в законодательстве. Формально призывать в армию теперь можно с 18-летнего возраста. Минобразование обещает решить проблему. Готовится разъяснение для высших учебных заведений, которое обяжет их выдавать поступающим справки до окончания вступительной кампании. Но сработает ли этот ход, пока не ясно. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила завершение досудебных расследований по делам против Петра Порошенко. По её словам, заявления о преступлениях, совершённым пятым президентом, поступают со всей страны. На этой неделе, например, поступили из Мариуполя и ровно от обычных граждан. В то же время, в четырёх производствах против Порошенко расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления. Сначала один пляж, а с нынешнего сезона и другой. На противоположном берегу Колосниковского пруда стал для отдыхающих платным. По крайней мере, так решил предприимчивый макеевский бизнесмен, который сегодня с людей, решивших отдохнуть на Колосничке, берёт плату в размере 30 рублей. И даже чек выдаёт, в котором указано за услуги. Мы приехали с семьёй, и я начал возмущаться, потому что, во-первых, чек был без печати, без мокрой. Вот он сам чек, заполненный просто ручкой, есть какой-то серийный номер, мокрой печати нет. Я спросил за альтернативу, то какая-нибудь, может быть, есть альтернатива, ну, должна быть платная и бесплатная. Ну, мне сказали, хотите, идите в камыши. Заплатили мы за отдых 90 рублей. Ну, это, я считаю, не деньги, но если вы предоставляете какие-то услуги, они должны быть полноценными. Жалобы харцизян на неоправданные, по их мнению, поборы на Колосничке регулярно поступают и в местную администрацию. Там, в свою очередь, отвечают, что да, действительно, у предпринимателя есть договор аренды. Заключен он в 2015 году с Министерством агропромышленной политики и продовольствия ДНР, но только исключительно на аренду так называемого водного зеркала водоема. Согласно этому договору, в течение двух лет он обязан был заключить договор аренды на прилегающую территорию, то бишь на территорию непосредственно пляжа, 25 метров до кромки воды. На сегодняшний день прошло уже 4 года, ничего по этому поводу не сделано. Предпринимателю дано разрешение на разработку проекта землеустройства, однако проект на сегодняшний день не разработан, соответственно, не утвержден. Поэтому наносится ущерб городу, ущерб бюджету, потому что деньги не поступают в бюджет республики. Сегодня администрация Харциска обратилась в земельную инспекцию при Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР для проверки правомерности действий предпринимателя, для составления акта о возможных нарушениях и, соответственно, подсчета ущерба. После этого все документы будут переданы в прокуратуру. Абсолютно все водные объекты на территории ДНР – это достояние народа ДНР. Ограничивать доступ к ним предприниматель ни один не имеет права. Пользование пляжем является бесплатным. Взымание любых денежных средств не допускается. В чеках, которые выдает предприниматель, указаны не пользование пляжем. Указаны определенные услуги, в том числе услуги кабинок для переодевания, туалета на территории пляжа, лежаков, зонтиков, столиков. Это тоже является незаконным. Если бы предприниматель хотел узаконить наличие тех же столиков или кабинок, он должен был обратиться в администрацию города Харциска. Он об этом прекрасно знает и не раз получал разъяснение по этому поводу. И пройти процедуру легализации временного объекта. Пока идут разбирательства по поводу законности действий макеевского предпринимателя, у местной городадминистрации есть свое видение того, как себя следует вести, если с вас требуют плату за отдых на Колосниковском пруду. Люди, которые приходят на выходные с семьями, приходят на пруд, не обязаны и не должны ни в коем случае оплачивать ничего. Потому что пляжи общедоступны, отдыхать они имеют абсолютное право полностью бесплатно. В случае, если с них настоятельно требуют какую-либо оплату, я рекомендую вызывать полицию. О дне летнего солнцестояния, обычаях древнего праздника Ивана Купала и современных традициях Дня Семьи, Любви и Верности воспитанникам Харцисского детского сада «Светлячок» сегодня поведали во время тематического фестиваля. Сегодняшнее мероприятие не совсем обычное, потому что оно проходит в форме фестиваля в этническом стиле. Проведению фестиваля предшествовала большая подготовительная работа. И если костюмы и декорации можно было сшить и смастерить заранее, то полевые цветы к празднику воспитатели и родители собирали сегодня утром. Хотелось показать несколько направлений работы, таких как этномода, такие как мастер-класс, потому что у нас работает ярмарка мастерии Купала, это плетение венков, это изготовление славянских старинных кукол-кувадок, как первых оберегов семьи, и сплочение детского коллектива, которые потом донесут, что семья – это самое главное. Фестиваль не мог состояться без помощи родителей. Впрочем, когда еще как ни в день семьи, любви и верности, мамам и папам малышей показать семейную сплоченность, дружбу и взаимовыручку. В сценарии праздника нашлось место и для языческой богини Марены, и для Водянова с русалками. Но все же самым зрелищным номером программы стал танец с большими рукотворными ромашками – главным символом дня семьи, любви и верности. А ромашка во их поле зацвело, Детство, детство, протяни свое крыло, Я кричу ему во след не улетай. Ну, а детство... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова